Если АвтоВАЗ собрал большую пресс-конференцию по итогам 2022 года, то автозавод «Урал» опубликовал лишь объёмистый пресс-релиз. Хотя миасскому производителю действительно есть чем похвастаться. Например, ростом зарплат на 26%. Средний доход заводчан теперь составляет около 70 тысяч рублей. Притом уточняется, что самую большую прибавку получили инженеры, а с ними – технологи. Отдельную индексацию заслужили представители редких профессий. Что касается непосредственно автомобилей, то их выпуск ощутимо нарастили. В ушедшем году удалось сделать порядка 10 тысяч грузовиков. В 2023-м завод намерен увеличить темпы выпуска продукции, изготовив сразу 14 тысяч единиц, что выше показателя этого года почти на 40%. Какие модели дадут такую прибавку, производитель не уточняет. Кроме того, в Миасе ударными темпами идет реновация. На заводе сносят целые комплексы производственных цехов и административных зданий. Под снос идут исчерпавшие ресурс постройки 40-х годов прошлого века. Вместо одного из старых цехов появилось производство, где делают самосвальные установки и вахтовые автобусы. В этом году новую линию дооснастят современным роботизированным оборудованием. Также Урал построил новый испытательный полигон, на котором проходит обкатка автомобилей перед их сдачей заказчикам. Но самая важная задача – это организация собственного производства ведущих мостов и передних осей. На стендах сейчас испытываются 7 из 11 запланированных для дальнейшего выпуска модификаций. Другой амбициозный проект – это семейство полноприводных грузовиков для условий Крайнего Севера. За основу для этой сугубо гражданской машины инженеры взяли военный грузовик нового поколения «Мотовоз-М». А еще уральцы хотят наладить сборку полноприводного двухосного среднетоннажника под индексом 4360. Он может перевозить до 4 тонн груза, то есть на полторы тонны больше, чем газовский Садко «Некст». У машины постоянный полный привод, оригинальные мосты и весьма неожиданная схема передней подвески. Вместо ресор здесь применены сдвоенные пружины. Такое решение должно повысить комфорт и улучшить проходимость. Помимо стандартной версии уральцы разрабатывают и беспилотную. Но это, а также гибридный грузовик – перспектива точно не на 2023 год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok